21 июня специалисты-кинологии Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечают 115-ю годовщину образования кинологических подразделений. В Росгвардии кинологическая служба играет важную роль в обеспечении общественной безопасности и правопорядка. Служебные собаки, обученные поиску взрывчатых веществ и задержанию преступников, надежные помощники военнослужащих и сотрудников. Кинологи и их питомцы регулярно участвуют в операциях по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях, в патрулировании улиц и проверке подозрительных предметов. Они также привлекаются к работе в зонах чрезвычайных ситуаций, где их навыки всегда незаменимы. В кинологическом подразделении ОМОН-БАРС Управление Росгвардии старший прапорщик полиции Татьяна работает с собакой по кличке Жандарм уже 7 лет. Дрессировать Жандарма начала с трехмесячного возраста. Какие основные задачи вы выполняете именно с Жандармом? Поиск и обнаружение взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, профилактика, школ, церквей, всего. Прапорщик полиции Екатерина работает кинологом всю жизнь. Начинала службу в таможне. Собака по кличке Чес очень любит свою хозяйку и четко выполняет команды. Какие слабости у собаки есть? Кто любит больше всего? Собачку очень любит играть. Сотрудники ОМОН и их питомцы продемонстрировали основной курс подготовки собак кинологического профиля. Выполнение жестовых и голосовых команд. Немецкая овчарка Жандарм на отлично выполнила практическое задание по обнаружению взрывчатого вещества на местности. Моцарт и Чес продемонстрировали отточенные навыки по обнаружению взрывчатого предмета в автомобиле. А еще, по словам специалистов, собаки очень любят разгрузочные цирковые упражнения, которые помогают отдыхать между тренировками. Сегодня кинологи ведомства со своими подопечными выполняют служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции. Благодаря им сохранены жизни многих сотрудников и военнослужащих. За 2024 год силами специалистов кинологической службы инженерно-технического отделения ОМОН-БАРС Управления Росгвардии по Тверской области выполнено порядка 100 задач с привлечением кинологов. Сегодня мы покажем познавательный видеоролик, созданный Управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу совместно с Тверским государственным театром кукол. Уважаемые взрослые, посмотрите сами и покажите ролик своим детям. Очень познавательно и интересно. Если ты, имея краски, что в баллончиках хранятся, вдруг решил разрисовать поезд, что стоит в депо. Или вдруг собрался рушить электронное устройство, что на станции у граждан проверяет документы. Валидатором зовется. Или в состоянии стресса начал бить стекло в вагоне из недобрых побуждений, хулиганством оскверняя путь попутчиков случайных. А еще решил на меткость бросить камень в электричку, что везет людей с работы. Помни, вандализмом эти действия зовутся. И влекут последствий массу. Будь то штраф административный, что на плечи предков ляжет. И лишишься ты смартфона. И электросамоката. И поездки к морю, что планировали с марта. А еще наказан будешь самым строгим наказанием. Не увидишь ты компьютер. Ибо о морском круизе предки год уже мечтали. Но отдали накопление за деяние ребенка. Или подметать заставят все подъезды в твоем доме. Что, конечно же, неплохо, если это добровольно. А еще судимость может в личном деле оказаться. И испортит всю карьеру будущему космонавту. В общем, не играй в рулетку со своей судьбой, ребенок. Будь послушным и хорошим. Соблюдай закон суровый. И тогда никто не будет называть тебя вандалом.